итак ребят всем привет мы сегодня на очередном копе сегодня копаем втроем камрад стас и юрий познакомились вместе с ним недавно работаем вот на такой вот машинке сегодня выехали хрен знает куда я такие места вообще первый раз вижу ехали в одну деревню посмотрели на карту сверху со спутника здесь дымовые ямы никаких здесь по карте не видно что здесь деревне были но на место прибыли да действительно здесь дымовые ямы и знаете что у нас ковырял одну ямку ковырял 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 плевал плевал выковыривал всякую хрень всякие горшочки но звон был хороший у него фишер 75 то смотрите какую хреновину поднял вот такая вот шайба сразу скажу что она испорчена но радость в том что это у нас 10 копеек масонские масонские 10 копеек не часто увидишь масонов тем более такого большого размера год я вам пока не скажу ну явно 1800 наверно тридцатых где-то такой двадцатых сейчас немножко мочим и посмотрим так орлик вот так проглядывается нет сожалению я вам сказать год не могу он съеден напрочь вот так вот уродовали нас монеты в свое время была бы хорошая монета ладно ребята у нас время есть находки у нас будут вот такая чудо монета и видите она походу погорелись ладно продолжаем итак у кости у нас очередная находка находку нас вот такого образца такой замочек латуневый у меня такой есть но у меня такой замок братья члене у него же здесь гравировка выбита а харев какой-то а харев последняя буква ядь это значит работал мастер при царях то есть здесь место у нас царская явно раз замочек у нас царский монетка у нас довольно таки старый значит не зря не зря мы здесь остановились деревне нас царского времени не так ребята у нас фишер 75 снова поднял находку рядом с такой вот керамики видно название фабрики фабрика кузнецов кузнецов у нас также работал в царское время проглядывается небольшая часть орла но интересно то что вот такая хреновина угадайте что это злых попыток и неправильно никуда не угадали это нас две серебряные царские монеты погорельцы они у нас от жара вот так вот слиплись и вот что с такими монетами делать ничего обычный он даже даже не как алика не знаю что это назвать ну ладно все равно находка продолжаем итак ребята пусть у нас находочку поднял вот такой вот у нас 15 копеек квадрате вот у нас сейчас скажу 1940 принципе что про монету можно сказать тоже жизнью дух портила тоже видно что она погорелец с одной стороны вот так вот горела ну ладно советы есть царе есть продолжаем трава очень высокая а поймут такой от местности солнышко поднялось немножко пикет все равно копать возможно все ребят и так ребята фишер 75 очередную находку взял вот такое колечко колечко не простое и не золотое а серебряное так ломб я пока не вижу но не столь важно это серебро ребят серебро все ребята продолжаем итак ребята фишер у нас вырвался не знаю на сколько раз вперед очередная находка вон глубоко в яме вот из такой вот он домовой ямы прям самого центра вытащил такую хреновину то ли монета то ли чего но факт том что сегодня что-то у него находки убиты все абсолютно все вот такой вот у нас жетон не знаю я сказать точно не могу подымал я их уже предостаточно но это по моему не людовик непонятно кто это может потом почистим посмотрим что это такое но буквы латинице возможно может быть это и людовик почистим посмотрим что это ладно продолжаем ребята и так ребята ну вот наконец-то у меня и у меня долгожданная монета это ребят у нас вот такой вот пятачок и так 1926 года радует что это большая монета по сравнению с остальными что подымали другие 5 копеек 1926 года ну чё с почином ребят меня все ребят продолжаем копаем мы вот в этом же месте здесь у нас вот такие вот кусты безлюдное место ни столбов здесь не 3 ничего на отшибе где-то ладно ребята будем продолжать копать находки будут покажу итак ребята продолжаем выходить по этому полю вы знаете мы здесь не первые возможно и не последний дошли могут до такого небольшого шурфа видно здесь находка была какая-то хорошая что человек решил шурфить здесь и вот знаете вот что он здесь на шурфил вот такие вот причиндалы вот эта хрень какая-то заводить интересный вот топорик понятно он просто свое время наверное лопнул а потом его решили клепочкой посадить вот такая хреновина я не знаю что это такое какой-то шкребок непонятный вот потом вот такая вот чудовищная вещь тяжелая не знаю какой-то механизм был но явно это место что-то связано наверное скотобойне или что-то в этом роде потому что встречается очень много здесь костей от крупно рогатого скота вот такая хреновина похоже на кандалы какие-то в общем мусора здесь предостаточно советскому среди советского и попадается царская так что ребята наверное еще здесь будем продолжать находки будут покажу продолжаем смотрим итак ребята у меня находка из разряда шмурдяка к нему я отнесу вот так вот выкопал кусочек земли и вот у нас вот такая вот фигурная сначала подумал какой-то погорелись или значок а это какая-то я не знаю ты наверно от волги или от газа эмблема олень вот следующий у нас остался отпечаток и вот такой вот у нас наверно значок или эмблема не знаю может почищу здесь вот внизу будет видно проясниться что такое у нас было ладно продолжаем ребята пацаны и вон у и так ребята ранее я вам показывал как шурфа там топорик вы ковырили и он был скреплен клепкой и вы знаете я выкопал еще один такой же топор и тоже склепанный по ходу местный кузнец таким способом топоры делал здесь у нас даже крема есть не знаю мастера или все-таки заводское но я раньше не видел топоры склепаны и самое главное здесь без разъединение топора тот рассоединен и вот все равно клепочка стоит ну ладно продолжаем итак у меня очередная ребята находка и находку уже более-менее интересное интересное вот что смотрите значок значок древнеримский готов к труду и обороне ссср я так понимаю в середине здесь было еще что-то или что-то в этом роде вот такой значок эпоха советского союза ладно продолжаем ребята находки вроде есть хоть они и не ценные но довольно таки интересные продолжаем итак ребята кося позвал меня вот на такой вот шурф говорит саня пойдем сюда мяч от них рена ничего нет кроме значков хрени и вот он начал шурфить там где поднял из этой вот ямки у нас 10 копеек масонских он решил здесь поковыряться вот смотрите что он наковырял наковырял он просто чудо вообще обалденно 20 копеек 40 что 1 2 2 копейки 1896 у нас николай второй александр александр 2 1858 года интересно то что здесь он поднял еще и немецкую 5 фенингов 1876 года вот такой обломок деньги это 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 период анна ивановна или лизы обручалку такой широкая судя в судя по размеру это женское колечко с узором между прочим представляете обручалкой здесь вот как бы ромб находится и грубо говоря получается как бы перси вот такая вот у нас конина непонятно то что она в позолоте что ли они на в позолоте непонятно так вот такая у нас серебручка выпало 1915 года сохран ну просто изумительный камеру меня не передаст качество монеты ну вообще обалденный сохран его немножко умыли подержать и вообще ништяк будет крутилка от керосиночки латуневая ничего такого такая вот вот такая вот у нас безделушка я так понимает наверное за типа запонки или что-то в этом роде может пуговка но здесь имеется какое-то клеймо непонятное родные планки так это я ничего сказать не могу что это может быть я не знаю от награды награды каком с медали не знаю и вот такая безделушка интересно то что она внутри и снаружи нигде не окислило все все ну довольно таки легко может латунь какая интересует в этом роде такая безделушка а может и ружье хотя проверить это не тяжело берется просто-напросто йод и капается на нее если у нас йод будет светлеть то это хрень вот такая бутылочка я так понимаю это парфюмерная бутылочка здесь были благовония ну явно здесь не алкоголь был так ну и всякого рода шмурдика он накопал кости различные напильники какие-то какие-то болен петлицы всякая всякая вот такая вот лабуда много керамики в принципе это керамика это первый признак что это жилье но все хорошо и вот такая вот на чем он сложил интересная вещица это у нас наверно блин шинковка для капусты вот таким трудом шинковали а сейчас это просто покупается в магазине ладно ребята в принципе нам фишер 75 не догнать вот товарищ юрий нас вот тоже с гард матэ про тоже отстает от него конечно здорово ну профессиональный прибор и есть профессиональный прибор принципе ничего завидного не в этом нет все ребята продолжаем находки будут покажу и так ребята мы все втроем решили это место начать шурпить потому что яма на возможно это была большая избушка и узнаете фишер и 75 то есть гость который нашел по ребят я потерял наш наш нашел вот такое чудо ребята вот такой пятачок 1911 года сохранчик просто изумитель вообще обалденный даже в грязном виде проглядывается все перышки вообще замечательная монета грани острые вообще супер ребят все мои поздравления прет ему как никогда ладно продолжаем шурфить так ребята не прошло и минуты выпала вот такая монета очередной раз большая и снова николаевская наверно так год у нас 1876 нет это александр 3 копеечки вот такая вот монета все это с этого шурфа мои поздравления так ребята костя который задрал уже блять каждую минуту достает монету на этот раз у него елизавета до 1719 год убитый конечно с одной стороны коника не видно но венделя такая безобразная форма монета и очередной плюсик и так ребята решили снять онлайн сейчас мы будем смотреть ковырять будем смотреть что у нас такое подозрительное с одной стороны ищет в принципе монетный сигнал а вам под другим углом железо р не выкопал смотришь ну все ребята онлайн не получился не получился у нас прям снять прямом эфире поднятие монеты хоть и многие показывают снимают что якобы вот мы выкопали да знаем как они выкапываются и как они вкладываются ладно продолжаем так ребята красивую хреновину поднял слушай с крестом сигнал там был это лампадка видишь ребята смотреть это наверное был какой батюшкин особнячок стекло вот видите и крест это святой грааль был ребята святой грааль бокал бля вечной жизни вот такую фигню откапываем а я откопал вот такой бандитский тесак вот таким вот тесаком намазываю масло на хлебушек и и да и корочку и запивали вот из такого бокала вино ладно чё у нас там фиши фишер опять ничего фишер нет ничего финина и вон он вон снежка и зажигал самодельная зажигалка да ребят это было зажигалка беспонтовая зажигалка он уже сколько хреновины все ты накопали мне надоело шуфить я хожу рядом хожу рядом и снимаю как люди копают монеты а а я получается режиссер ладно смотрим так ребята меня был сигнал и выкопал вот такую хреновину сначала подумал фигня какая-то но когда присмотрелся весьма красивая вещь это наверное часов позолоченные часы были вот здесь вот два камушка сначала думал какие-то заклепки а пригляделся это камушки вот другой стороны у нас вот такая фиговина непонятная и какое-то клеймо вот на клеймо не знаю серебро это нет дома почищу разберусь вот такая вот симпатично красивая вещица такой вот цветочки и вместо бутонов у нас находятся такие камушки ну довольно таки симпатичная вещь возможно даже серебро ну ладно ребят продолжаем место очень между прочим богатого здесь вот мы копаем здесь вот кости шурфит юрик шурфит и в принципе сигналы есть находки есть вот в данном случае у нас у костяна что-то звенит я посмотрим что это так это ребят у нас клепка это у нас конинка такого образа в центре должен быть камушек такая симпатичная конинка так и еще он буквально минут пять назад вытащил вот такую тканинку то ли бронза то латунь вот такая вот огромная конина вот когда я ковырял выкопал такую красивая донышко не знаю только может это все вот так вот было что-то в этом роде не знаю возможно может и разные не знаю такая красивая вещица было возможно было бы симпатично вот здесь вот еще осколки из того же сервиза ну ладно красивая вещь ладно продолжаем сейчас чай попью и может быть снова снова возьмемся за шурф вообще-то мы ехали по дороге вон в ту область вон туда горе но но не доехали не доехали мы того места и мы здесь зависли здесь возможно до конца солнце у нас еще высоко так что у нас еще два часа и так ребята шурф у нас продолжается находки удивляют на очень глубоком яма огромная наверное уже я не знаю больше колено и вот с этого колена подняли вот такую прягу два орла в угловой застежка есть но к сожалению здесь вот должна быть петлица ее нету но сохранчик сохранчик я вижу что будет вообще суперский чистая медь проглядывается вообще хорошая пряжечка хорошее место нашли и хорошие шурф у нас ребят вообще хорошие находки прям радует все ребята будем продолжать накопали мы еще здесь вот бутылочки вот одна бутылочка вот вторая бутылочка вот на одной бутылочке на донышке написано 1941 год с с рл такой спирт завод вот такие бутылочки у нас все ребята продолжаем итак ребята очередная находка у нас вот такая вот при новин это из разряда 1 пионерский значок всегда готов принципе сохранчик хороший эмаль целая сзади даже по моему проржавела за крутилка вот такая вот ребята вещица у нас попала под лопатой все ребята у нас очень очень много очень много находок конины я уже не снимаю вот только что не прям подносит прям горячие пирожки вот такие вот вещи это у нас пуговица гирька ну в принципе она не настолько старая вот металл наверное олова рисунок как бы не древний вот такая вот вещь вот вот мне опять подносит очередную партию пирожков вот вот такие вот пирожки у нас еще конина всякая разная вот большая конина маленькая конина такая пряжка я предполагаю что это конина и вот такая вот углица гирька ну это немножко постарее по возрасту вот такие ребята у нас находки шурфа принципе шурф удачный мы еще продолжаем солнце высоко и так ребята вот долгожданную нас монета поднята на белый свет что это у нас это у нас золото партии ребят золото партии это у нас три копеечки надеюсь 27 вы как надеюсь я каждый коп чуть-чуть навезет надеюсь здесь повезет не вижу пока как его нет ребят это у нас тридцать второй год тридцать второй год вот такая вот ребят монета ладно продолжаю не помню тридцать второй год у нас дорогой не знаю тридцать второй он принципе редкий ребята меч не встречался тридцать второй год и копеечки пойду к я наверно до машины дойду и посмотрю если что-то ценное я вам естественно тут же в эфире скажу стоимость ладно продолжаем и так вот ребята перебираю здесь вот грунт увидел белый такой пугольчик это у нас стеклянная пуговица стеклянная красивая пуговица такая вот чудеса ладно ребят продолжаю так ребята у меня очередная находка эта монетка монетка сразу видно подпольного сохрана это у нас 15 копеек в квадрате 1957 года вот такая вот ребята монет у нас так у кости была оригинальная конинка конинка с камушком конинка с камушком у нас вот такая вот ребята конинка с белым камнем не знаю это узор или так подвескалась но довольно таки симпатично выглядит все ребят продолжаю так ребят прохожу его здесь вот по местности и мне становится как-то жутко жутковато здесь кругом лежат вон кости обглоданные кости очень громадного размера везде кости я даже не знаю что здесь произошло здесь повсюду повсюду в прямом смысле кости он смотрите что такое ощущение что здесь кто-то людо виду людо виду людо вид гладал свои кости да действительно здесь ударит был смотреть кругом кости вон вон где кости да но это кости у нас корове просто много их здесь здесь ни одна корова потому что там челюсти очень много ну и как вы думаете ребята что это такое здесь было как будто разделали какую-то живность и раскидали по всему полю везде кости ребят сколько бы я не прошел везде везде лежат кости вон во враге кости везде жутковато жутковато ребята если бы я был бы один у меня бы был бы какой-то мандраж ладно ребята у нас как вы видите солнце зашло за горизонт я думаю сейчас уже будем собираться видео обзор если будет время обязательно покажу что мы сегодня на шурфили мы накопали в принципе я считаю что удачно мы сегодня шуфанули вот я сегодня с ночи в принципе не так сильно устал ладно будут находки покажу итак ребята закончу свой коп и покажу общий план того что мы выкопали из этого шуфа шурфили мы одну яму и вот у нас из находочек очень много пуговиц гирик вот пуговичка вот у нас конина без камушек вот очередная конина но с камушком вот у нас обломок от деньги царского у нас посуда была конина обычная огромная конина очень весомая тяжелая вот у нас лиза 10 копеечек у нас николашки керосинки вот у нас немецкая 5 финингов 1876 года 20 копеек сорок шестого года вот это хреновина не знаю позолоченная нет такая у нас пуговица железнодорожника серебряное колечко от самовара у нас носик свод слипшиеся погорельцы серебра размером наверное 20 копеек затем у нас одна вторая копейки николашки 15 квадрате сороковой год александр второй 1858 3 копеечки 1876 года вот это я так понимаю это наверное можно в разряд отнести видовика шестнадцатого это нас счетное жетон вот конечно зачетная монета 10 копеек очень большая монета но к сожалению она подспорчена ну и это тоже вообще суперская монета 5 копеек 1911 медный у нас замочек вернее не медный а наверное латуневый ну и смотрите что откопали вот такую пряжку и буквально в трех метрах от нее нашли же вот такой вот от нее засовчик до ремня затем у нас вот 15 копеек квадрате 15 копеек советы 3 копеечки 32 5 копеек 46 значок вот такой вот потом у нас олень вот такая вот у нас все-таки хреновина наверное все таки серебряная это у нас знаю наверное здесь вставлялась фотография такая пуговка всегда готов вот такая пуговка у нас гирька очередная вот гирька вот симпатичная гиричка и разряд тканины вот так ребята мы сегодня пошурфили все находки в основном у нас фишер 75 вот ну и закончу я сегодняшний коп сегодня мы копали втроем костя и юрий все ребята вот такой вот мы местности копали уже наверно плохо будет видно ну на трассу мы должны выйти ну домой естественно приедем уже глаз выкли все ребята смотрим мой канал подписываемся комментируем обязательно пальцы вверх пальцы вниз естественно комментарии оставляйте что вам понравилось что нет в следующих видео буду стараться свои ошибки исправлять ну все пока удачи на копе спасибо